Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Я рада приветствовать всех, кто присоединился к нам в эти минуты. Продолжаем наш утренний эфир на канале Россия-1. И сегодня в нашей программе мы поговорим о достопримечательности Карачаева-Черкесии и женской силе духа. А вот какая между ними связь, узнаем сразу после прогноза погоды. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Черкесске кратковременные дождь и гроза, ветер восточный 6-11, днем будут порывы до 18 метров в секунду. Температура ночью 14-16, а днем 21-23 градусов тепла. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Природа Карачаева-Черкесии разнообразна и уникальна. Думаю, вы с этим спорить не будете. Согласитесь, Бадугские озера, Алибекский водопад, Маругские нарзаны, Даутское ущелье, кислые источники. Это места необыкновенной красоты. И вот в одном из таких уголков недавно побывала наша съемочная группа. Сегодня знаменитый курорт Архыз – самый модный горнолыжный курорт в Северном Кавказе. В этом зимнем сезоне он даже опогнал по количеству туристов в Сочинскую Красную Поляну. Но люди все чаще приезжают сюда и летом. В Архызе есть все – красивые горы, бисерные нитки озер, водопады и ущелья. Пешие маршруты разбегаются во все стороны. Самые популярные из них – Софийские озера и водопады, озеро Семицветное и Дукинские озера. Их три. Рыбка Аркасарская и Сказка Архыза. Самая маленькая рыбка встречает путешественников на высоте 2380 метров. По очертаниям она напоминает рыбу, отсюда и название. С июля по август на его берегу собираются десятки туристов, которые не прочь искупаться в прохладной воде после затяжного подъема. Отсюда до следующего озера Аркасарского совсем недалеко, минут 15. Подниматься трудно, но оно того стоит. Виды отсюда открываются потрясающие. Я первый раз в Горчаево-Черкесии, в Архызе. И поражена вообще этой красотой. Очень мне понравилось. Хотим еще на Софийские озера сходить, конечно. Пока вот здесь первая наша точка в нашем маршруте. Как вам наши Дукинские озера? Дукинские озера супер вообще. Вот эта смотровая площадка отличная. Мы вот тут уже сидим, не хотим уходить. Аркасарское озеро лежит на уровне почти 2500 метров и имеет овальную форму. Со всех сторон его окружают горы, поэтому здесь очень тихо и безветренно. Виды тут нереальные. В начале нашей программы мы обещали рассказать, какая связь между достопримечательностями Карачева-Черкесии и женской силой духа. А связь такая, потому что сегодня у нас в гостях член Союза журналистов России, ответственный секретарь газеты Черкес-Хэку, практически второе лицо, редактор детского журнала на черкесском языке «Радуга» Мадина Асланукова. Мадина, здравствуйте. Здравствуйте. Почему мы говорили, друзья, о несгибаемой силе женского духа? Потому что недавно наша Мадина совершила восхождение, покорила высочайшую точку Европы, гору Эльбрус. Мадина, с чем мы вас и поздравляем. Спасибо большое. А вообще расскажите, как вообще пришла к вам такая идея? Это идея с моего детства. Все говорят, мы родом из детства. И вот эта мечта, которая во мне жила с детства, не давала мне покоя и во взрослой жизни. Вот вы решили все-таки покорить Эльбрус. Я знаю, что вы ходите на перевалы в рамках разнообразных акций, но все-таки пойти на перевал в составе группы – это одно, а подняться на Эльбрус – это совершенно другое. Вот вы решили пойти. Как готовились? С чего начинали? Ну вот от задумки до уже осуществления оставалось только полгода, и на полгода я должна была растянуть ту нагрузку, которую я изначально должна постепенно повышать. И та нагрузка, которая должна быть там наверху, оно как бы я была проинструктирована, что нужно делать, как нужно себя подготавливать. И это не только акклиматизация, которая там по чуть-чуть происходит, а вот за полгода – это бег, это выносливость организма и поднятие тяжести на высоту. Это я поднималась каждое утро на высоту 1,400 с грузом от 5 до, уже в конце, до 15 килограммов. Это каждое утро я не расслаблялась, я бегала до 10 километров. И где-то происходило? Говорят, что вы это делали как-то тайно рано утром. Нет, это происходило рано утром, потому что, чтобы тебя и люди не видели, всё равно 40-летняя женщина, которая бегает по горам или где-то по равнинам, тем более в ауле не понимают этого, поэтому в 4 часа утра я вставала, я бегала и возвращалась к тому времени, когда уже аул проспался. Это Жако? Это Жако. Вы тренировались почти полгода, да? И в любую погоду каждый день или дождь мы не идём всё-таки? Нет, в таком, когда вот цель есть, это не может помешать ни погода, ни какие-то временные ограничения. То есть дождь и снег, да? Каждый день, да. Вот видите, дорогие друзья, я говорила, женская сила духа. Вот цели есть, мы к ней идём. Да. Хорошо, вы подготовились, потом всё-таки вы поехали уже на сам Эльбрус, да? И вот расскажите, как там происходило восхождение? Оно же занимает не просто, вот вы приехали, сразу поднялись, это всё-таки несколько этапов. Что там происходит? Сначала хочу отметить то, что группа, в которой я была в составе, мы все были незнакомы друг с другом. Шесть человек, которые приехали с разных регионов страны, и каждый готов по-своему к этому. У кого-то спортивное прошлое хорошее. Когда мне огласили этот список, девушка с Калуги, которая с нами была, 750 прыжков с парашютом у неё за спиной, 28 метров она погружается под воду. Поэтому и спортсмены, сноубордисты. И когда мне огласили этот список, конечно, я творческий человек, что полгода за спиной, просто подготовки, конечно, я растерялась, думаю, и подведу и группу, и себя, и настолько мне хотелось это сделать, думаю. А потом уже там, когда мы встретились, все познакомились, оказывается, все так, у всех такие переживания были, да. Но с первого дня все подружились, такая сплочённая группа оказалась. И внизу, до поднятия на Эльбрус, акклиматизация проходила два дня. Мы поднимались на высоты 3,700-3,400, это более низкие, уже температура там обычная, как у нас. Поэтому по чуть-чуть мы знали, кто что уже умеет, какие физические возможности у каждого. Уже я там поняла, что не отстану, спокойненько пойду наравне с ними, если даже и не быстрее. Потом уже с грузом, с питанием совсем нас подняли на высоту 3,800. 3,800 – это у нас лагерь, бочки, так называемые, где мы останавливались. И, конечно, это несравнимо с тем, что раньше поднимались, это уже другие условия. Что испытывает человек? Вот говорят, высота, разреженный воздух, не хватает кислот. Вы всё это ощущали? Ощущали все, кто были со мной. Все, да? Потому что мы более приближены к тем высотным условиям, в которых мы сейчас живём. А так, те с Москвы, там, над уровнем моря намного ниже, чем мы. У нас 800, 1100, у них намного ниже. Поэтому они чувствовали и говорили, что у них головокружение. После же мы делились же своими ощущениями, после уже как спустились, друг с другом переписывались. И те ощущения, которые они описывали, я потом вдумывалась, и я понимала, что этого я не ощущала физически. Потому что один пишет и говорит, что каждый поворот головы вызывал настолько боль в голове и тошноту вызывал. А я такая думаю, такого же я не ощущала. И на самом деле мне легче было в плане вот акклиматизации. Но всё равно вот сам поход, два дня прошло и уже поход. Как это происходит? Вот расскажите. Каждый день это другая высота, другая нагрузка. Скалы Пастухова были очень тяжёлые на подъём. Там рыхлый снег, там кошки, которые цепляются друг за друга. И ты не только ответственен за себя, ты ответственен за каждого члена в группе. И вот связанные на велёвках страховочной системой. И если человек один неправильный шаг сделает, это всё восхождение на смарку и все труды, которые ты до восхождения старался делать. И после всё это уйдёт на смарку. Поэтому вот та ответственность внутренняя за каждого человека была у всех. Единственный парень остался, потому что физически он знал, что не сможет. И он остался внизу в лагере. Вот так парень остался, женщины пошли. Самое страшное, когда я почувствовала, что зачем надо было решаться. Единственная мысль возникла, когда я посмотрела, там после седловины есть стена, по которой вот так на велёвках ты проходишь. И шесть с половиной часов ты идёшь и видишь вот такую нагрузку, такую высоту. И ты понимаешь, как после всего я смогу подниматься дальше с тем же грузом, с тем же весом. И уже настолько организм истощён от нехватки кислорода. Кислород только на мозг и на сердце, который пульсирует, всё. А конечности мёрзнут, потому что уже сил других нет. И холодно там? Конечно, там холодно. Две перчатки. И даже чувствуешь через перчатки, как ногти там на ногтях и мороз, всё чувствуешь. Поэтому вот это было самое тяжёлое. Потом мы спустились, первый раз мы отдохнули там, перекусили. Там что-то сладкое, минимальное. И всё, груз мы оставили, нам сказали, остаётся 42 метра. Вот эти 42 метра оказались настолько длинными, настолько самыми тяжёлыми. Я смотрела и думаю, ну последний рывок, последний шаг. Чуть-чуть. Чуть-чуть. И наш гид говорит, давайте вместе все, чтобы не врознь, а вместе уже поднимемся. А с Питера парень сам пошёл. А мне больно, почему я первая не поднялась? Или почему я должна ждать кого-то? Мне же тоже хочется. Я ждала остальных, стою-стою, думаю, нет, гора меня зовёт, всё. И второй я поднялась. И вот эти шаги... И я миллион раз представляла и смотрела столько видео, когда вот этот Эльбрус 5-642 перед глазами. Я тогда по видео, я и так плакала. А тут я поднимаюсь, последние шаги, и вижу вот этот треугольный постамент, который вот эти цифры заветные. Я сажусь и плачу. Плакали? Конечно, я плакала. И те, которые поднимались настолько... Мы тогда настолько такие близкие люди были в тот момент, то, что, ну, как твои родные. Все обнимались, все плакали, у кого какие эмоции. Эти эмоции нельзя описать, их нужно только почувствовать. Это становится частью тебя, и ты понимаешь, что там какое-то внутреннее очищение у тебя происходит. Всё, всё, что внизу, ты отпускаешь, и всё, что внизу, остается настолько бессмысленным... Ну, незначительным. Незначительным, да. И ты знаешь, что только внутреннее твои ощущения и доброта, которую ты можешь доброту дарить. И ты спускаешься абсолютно добрым, счастливым человеком. Мне кажется, это у всех так происходит, потому что на гору не может подняться человек плохой или злой. Ты вот мимо этих людей проходишь, и ты знаешь, что эти люди, они добрые, они тебе улыбаются, совершенно чужие люди, но они тебе улыбаются. И ты улыбаешься им в ответ. Я поняла, что Эльбрус настолько он величественный. Даже вот те внизу скалы, которые казались нам огромными, оказались настолько кровнина. Внизу они настолько маленькие. И ты стоишь наверху самой высокой горы России, Европы, и ты видишь, что всё окружение, весь Кавказский хребет очень маленький. И ты смог это сделать, смог преодолеть вот все внутренние эмоции и физические нагрузки. Это дорогого стоит. И вот когда ты уже спустился, ты спустился совсем другим человеком. Ты преодолел себя, преодолел свой страх, потому что всем страшно, да? Всё-таки впервые. Вот что дало вам это восхождение? Что-то изменилось вот в отношении к жизни, к людям, к мироощущению? Когда я поднималась, я знала, что вернусь уже другим человеком. Не то, что я плохая была, или у меня восприятие жизни плохое было, а то, что вот преодолев какой-то... Это и внутренний страх, конечно, и цель, которая была не только моей целью, это была цель моего отца. И я думала, что если я это сделаю, я из-за него это сделаю, потому что он не смог. И когда я вернулась, я первым делом поехала на кладбище и сказала, что мы с тобой это сделали. Поэтому то, что я вынесла потом с этой вершины, это моё правильное внутреннее восприятие жизни. Это тот пример, который я хочу дать своим детям, то, что несмотря на какие невзгоды, несмотря на какие проблемы, что если есть цель, нужно идти к цели, и тебя не должно ничего остановить, даже в каком возрасте ты это не сделаешь. И с вершины Эльбруса, насколько я понимаю, всё, что занимало нас, оказывается, на самом деле незначительно. Ты понимаешь, что главное в этой жизни, правильно? Да, ценности просто меняются. Меняются. И вот я вернулась, мы в тот же день после восхождения сразу нас спустили. Мы спустились, и я сразу же села в машину и приехала домой. Меня уговаривали, и наши гиды уговаривали, такого, говорит, разрыв между вот такой высотой и низменностью, огромный по пути, ты не сможешь. Я говорю, если не смогу, остановлюсь. Но я приехала ночью, меня никто не ожидал. И мне хотелось, чтобы я эти эмоции, пока они свежие, пока они настолько живые, передать своим близким. Не делить это ни с чужим, ни с кем-то. Все они мне близкие и родные, мои друзья. Но твои дети, которые смотрят и говорят, мы гордимся тобой после восхождения, это того стоило. Вот того стоило. И поэтому я сразу же приехала, и с такими эмоциями, и от них я получила столько. И я им дала много чего. Поэтому, да, это вот того стоило. Ну и последний вопрос. Все-таки вот, что бы вы посоветовали тем, кто хочет пойти на Эльбрус? Вот, все пережили. Что бы вы им посоветовали? Если ты душевно к этому не готов, вот вы говорите, можете позвать или можете... Нельзя никого звать, если человек к этому не готов. Нельзя просить или говорить, что да, это круто, поднимайтесь. Человек... Человеку должна потребность быть. Он сам должен хотеть. Конечно, конечно. Это духовная потребность, да. Должна быть духовная какая-то связь вот с горой. Или я знала, я смотрела последние месяцы, и я знала, что гора меня зовет. До этого я хотела, конечно, но до этого я вот эту связь не чувствовала. Последний раз, когда это было в январе, когда мы в ту сторону поехали, где Карачаевск, и я настолько близко увидела Эльбрус, и я знала, что она меня зовет. Такая говорю, и гиду говорю, эта гора меня позвала вот в тот момент, когда нужно было. И настолько, и погодные условия, и все условия, что нас сопровождала, настолько было легко. Потом в конец Мезова Карина, которая нас сопровождала, она говорит, теперь я, говорит, поверила, что она тебя позвала, гора. Потому что такого удобного, уютного, такого восхождения у меня давно, говорит, не было. Поэтому все свершается в тот момент, когда оно должно свершиться. Ты сколько усилий, если даже это усилие, это те физические нагрузки, которые до этого ты вкладываешься, если не свершится, оно и не свершится. Если по-легкому к этому относиться, даже оно быстрее получается. И я один момент хотела еще сказать. Даже ярче моего восхождения была встреча. Встреча моих коллег, общественности, родного министерства. Я не хотела такой встречи, и поэтому и ночью приехала, чтобы вот ажиотажа такого не было. Но и Люсана, мой близкий друг, редактор газеты, она настолько это всех сплотила, и общественников, и представьте, все пять редакций газеты, все тебя ждут, все радуются. И ты видишь в их лицах не только просто улыбку, они искренне за тебя рады. И наше министерство, которые заместители министра были. Поэтому они настолько радовались вот этому событию, что только тогда я поняла, что не только для меня это важно было, а важно было для многих, для моих близких. Спасибо, Мадина, вам огромное за ваш рассказ интересный. Вам спасибо. Пускай все ваши мечты сбываются. На Люс больше не ходите. Достаточно одного раза, да? Но другие вершины покоряйте. Все-таки у нас в Карачао-Черкесии их много, есть куда сходить, на что посмотреть. Вам удачи. Спасибо за то, что пришли к нам в студию. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие зрители, надеюсь, вы убедились, что у нас в Карачао-Черкесии живут женщины, у которых очень сильный дух. Поэтому берите пример с нашей гостья, с нашей Мадиной. Не сидите дома, а отправляйтесь хотя бы в однодневное путешествие. Это каждому под силу. У вас будут незабываемые впечатления на всю оставшуюся жизнь. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok